Деяние святых апостолов Павел же и Варнава жили в Антойхии, Уча и Благовествуя, вместе с другими многими, Слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаве «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать, отставшего от них в Помфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, от Иоанна святое благовествование. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им. «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которое из них хотите побить Меня камнями». Иудеи сказали ему в ответ. «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им. «Не написано ли в законе вашем? Я сказал, вы Боги, если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание. Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дело Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». У кого просвещены всегда отверсты умные очи, те в точности знают, что не собственной своей крепостью, но непобедимую силой Божией избавляются они от соблазнов лукавого. Свобода, возможная человеку, состоит только в решимости или в нерешимости противостоять дьяволу. При возможности же такой противиться не имеет он совершенной власти над страстями. Если бы человеческая природа и без всеоружия Духа Святого могла противостать козням дьявольским, то Господь не заповедовал бы говорить в молитве «Не введи на свое искушение, но избави нас от лукавого». Итак, кто хочет избавиться от разжженных стрел лукавого, сподобиться без страсти и стать причастником божественной славы, тот с ненасытным расположением, всем сердцем и всею силою довзыскывает всегда помощи свыше, чтобы с ее пособием побеждать страсти и через такое неопустительное побеждение достигнуть в область чистоты, и я же кроме никто же узрит Господа. Старайся быть неукоризненным чадом Божиим и войти в тот покой, и где же предтеча у нас, в Ниде Христос. Старайся быть написанным в небесной церкви вместе с первородными, старайся взойти в горний Иерусалим, где и рай сладости. Но ведай, что не сподобишься сих чудных достояний, если не будешь день и ночь проливать слезы, как потоки, подобно святому, который говорит, измыю на всякую ночь ложи мое, слезами моими по стелю мою омочу. Разве не знаешь, что сеющие слезами радостью пожнут? Посему пророк говорит, слез моих не примолчи еще. Положил я си слезы моя пред тобою, я кое в обетовании твоем. Еще, выше слезы моя мне хлеб день и ночь, и питье мое с плачем растворях. Слезы, проливаемые в ведени, с великой скорбью, при чистом воспламенении сердечных внутренностей, есть душевная пища, небесный хлеб, питающий души для вечной жизни. Как есть это видимое небо, называемое твердию, так превыше его есть другое, невидимое телесными очами светозарное небо, где полки ангелов. Там нерукотворное скиние, в кои святые ангелы совершают свою службу. Все сие божественно, неизреченно, цветоносно и принадлежит не сему веку, но иному миру, где нет ни ночи, ни лукавых духов, ни брани. Но по елику не всякому, кто бы то ни был, позволяется внутренним оком видеть небесное, то для сего подобно некой завесе поставлена твердь, чтобы им оттуда можно было не просто всех созерцать, но только тех, которые чисты сердцем и освещены в уме, одних сограждан и сотайников своих. А когда завеса будет снята, тогда открыто будет праведным, что ожидает праведных. Молитва, совершаемая протяженно, с болезнующей душой, с напряженным умом, восходит к небу. Как вода, пока течет по ровному месту и пользуется большим простором, не поднимается на высоту. А когда руки водопроводов, преградив ей течение внизу сгнетут ее, тогда стесненные, скорее всякой стрелы стремится вверх, так и ум человеческий разливается и рассеивается, пока пользуется большой вольностью. Когда же сокрушения болезненного несердечные стесняют его, тогда в прекрасном этом угнетении воспаряет тон горе и высылает чистые Богу и усиленные молитвы. Что молитвы со скорби, воссылаемые особенно, бывают услышаны, осемь свидетельствует пророк, говоря, внегда скорби тьми во звах и услышами. Итак, будем раздражать совесть и возбуждать в душе скорбь памятью о грехах, чтобы сделать ее достойной и услышанной, трезвенной, бодрственной, способной воплями своими досягнуть до небес. Ничто не отгоняет так от нас ленности нерадения, как болезненные чувства и скорби, которые собирают ум воедино и возвращают его в себя самого. Кто так скорбит и молится, тот после молитвы в состоянии будет водворить в душе своей великую отрадность. Как стечение облаков сначала делает воздух мрачным, а когда пойдет из них дождь, и облака утратят одно за другим скопившиеся в них пары, тогда снова воздух делается чистым и ясным. Так и душевная скорбь, пока заключена внутри, омрачает наш помысел. А когда истощит себя в молитвенных словах слезами и выйдет наружу, тогда производит в душе большую ясность, низведя в ум молящегося, подобно некому лучу мысль о Божьей помощи. Хочешь ли молиться нерассеянно? Сделай, чтобы молитва твоя исходила из глубины души. Как дерева, пустившие корни вглубь, если принимают себя и тысячекратные прирожения ветров, не ломаются и не могут быть вырваны, потому что корни твердо укреплены в земной глубине, так и молитвы, воссылаемые из самой глубины души, как надежно укорененные, простираются в высоту, и никакое прирожение помысла не может совратить их. Пример сему подает нам пророк, говорящий о себе из глубины его звах к Тебе, Господи. Осматривал я оружейную победоносцев, вникая, какое оружие облекшемуся вон и доставляет решительную победу. Много оружия представилось там взору моему, и каждым из них можно одержать блистательную победу. Во-первых, видел я чистый пост, этот меч, который никогда не притупляется. Потом видел девство, чистоту и святость, этот лук, с которого острые стрелы пронзают сердце лукавому. Видел и нищету с пренебрежением, отвергающее серебро и всякое имущество, эту броню, которая не допускает до сердца изощренных стрел дьявольских. Заметил там любовь, этот щит, и мир, это твердое копье, от которых трепещет сатана и обращается в бегство. Видел бдение, этот панцирь, молитву, эти латы и праведность, эту легкую военную колесницу. Но, рассматривая все сие вооружения и домышляясь, какой из них всех тверже, увидел я оплот смирения и нашел, что ничего нет тверже его. Потому что никакое вражеское оружие не может пробить его, и лукавы, и не в силах взять его приступом. Посему, если желаешь одержать победу в брани, которую ведешь ты, то ищи себе убежище за плотом смирения. Там укройся и не оставляй сей ограды, и не уловит тебя в плен хищник. Не полагайся вполне на другие свои оружия, чтобы не поразил тебя лукавый. Помилуй мя Боже, по велиции и милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Не пачем имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да управдишися во слове всех Твоих, и победиши в нигда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная, при мудрости Твоей я явил ми еси. Окропиши мя и сопом и очищуся, умыеши мя и пача снега убелюся. Слуху моему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижде во мне, Божий, дух прав, обнови его утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святаго не отыми от меня. Воздашь дьми радость спасения Твоего и Духом младычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратяться. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасения моего. Возрадуется язык моей правде Твоей. Господи, уст немое отверзиши, и уста мое возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, и все жертвы дал бы хубо, все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушен и смирен, но Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим, Сиона, и до созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволивши жертва правды, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой цельцы. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворица, кричит Господи, Везаступник мой, Иси прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него. Яко то избавя тебя от сети ловчей, и от слави семя тебя жна, плечма своему синить тебя, и под крыле его надеяшися. Оружим обыдет тебя истинно Его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей бесополуденного. Водет от страны Твоя, ты сящает младесную Тебе, к Тебе же не приближится. О бача, чима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище Твоим. Не придет к Тебе зло, и рано не приближится те лиси Твоему. Яко ангелам своим заповестия Тебе, сохраните тебя во всех путях Твоих. На руках возмут тебя, да никогда преткнешься камень ногу Твою. На аспиды Василиска наступишь, и поперешься льва и змея. Яко намек пова, и избавлю их, покрыю их, яко позна имя мое. Воззывет ко мне, и услышу Его, с ним есть скорби, и зму Его, и прославлю Его. Долго твои дни исполни Его, явлю Ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тёпого душа моя, и на сень крылу Твоею надеюсь, а до мне же прийдет беззаконие. Воззыву к Богу Вышнему, Богу благодейшему мне, посла с небесей спасе мя, дадев поношение попирающее имя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скивнов, поспах с мужчин. Сынови человечести, зубы их оружия и стрелы, язык их меч остр. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Сетью готоваше ногам моим, и слякоше душу мою, ископаше предлеценно им яму, и в подошву вню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстанье слава моя, восстанье псалтирю и гусли, восстану рану. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах. Яко возвеличися до небес, милость Твоя, и даже до облак истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Воздвигу охочи мои в горы, отнюдь уже прийдет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворшего неба и землю. Не дашь во смятение ноги Твоей, я не живо сдремлет, храняй Тя. Все не воздремлет, не живу с ней, храняя Израиля. Господь сохранит Тя, Господь покров Твой, на руку десную Твою. Во дни солнца не ожет Тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит Тя, от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое, отныне и до века. Исподоби нас, Владыко, с одержавением неосуждено, смейте призывать и Тебе, небесного Бога, Богца и Глогови. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»